Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 27 сентября 2019 года. На днях у меня состоялась встреча с моими давнишними знакомыми, коллегами-музыкантами. И встреча состоялась в нашей Alma Mater в здании Англиканской церкви, которая в советские времена была студия звука записи «Мелодия». Но все, кто родился и жил в советские времена, они прекрасно знают, что это была самая главная звукозапись, мелодия, все пластинки. Вся советская эстрада записывалась здесь, все композиторы, все певцы, все поэты. И вплоть до 1991-х годов и чуть дальше, пока не стали появляться частные студии звукозаписи. Но я тоже записывала свой альбом в 2002 году. Здравствует я тоже на этой студии. И вот я иду по Тверской. От Мосгордумы перпендикулярно Тверской за огромными ввитыми воротами скрывается Вознесенский переулок. Сколько раз здесь было хожено-перехожено, пока шла работа над моим диском. Однако сейчас речь не об этом. Это небольшой предварительный сюжет интересного материала и по мелодии, и по главному звуку режиссеру Виктору Глазкову, и по самому костелу, так называемой англиканской церкви, или что там было. И по ядерной войне XIX века, куда же без нее, или сопоставимой с ядерной. В пирамидке культурно-деловой центр. Сквозь загоровки видим, как ломают Москву, и видно вход в подземелье. Вот он. Вот он. И там кусочки старой Москвы. Символика западщиков. Ну вот. Уже не было. Вот он, красавчик. И здесь окна, и там подвалы. И сейчас мы тут все изнутри посмотрим. Вот это главный вход. Ну, какой интересный. Гранитные ступенечки. А вот там был еще один вход. С той стороны сейчас он закрыт. Там можно было зайти в подвал. Сейчас все-таки все закрыто. А вот это старый кирпич. И, похоже, его тоже отмывали. Конкретно отмывали он горелый. Все, иду. То ребята ждут. Так, уже интересный такой. Вот оно, родной тут. Мозаичный пол. Вот это мне все время впечатляло, когда я сюда заходила. Здравствуйте. Это я. Привет. Привет. Да постарела, постарела. Что-то. А я? Да нормально. А ты все такой же огурец. Не прав. Не прав. Не, ты хороший. Так, ну что, надо вас заснять, моих друзей. Так, все, засняла. Сейчас вместе. Сейчас переключу на это самое. Ну вот, моими данными, друзьями, коллегами, музыкантами. Саша Широков, Сережа Баранова. И вот здесь мы писали все. В этой... Когда-то? Да, когда-то. Ну, главное, что все сохранилось. Здорово. Да не все. Да, вот здесь мы писали, что здесь была студия, здесь была другая дверь какая-то кожаная, там, дермантином обедая. Здесь какая-то была кожа с дермантином, была другая дверь. Здесь другая дверь была. Да, это вон та. Та, да? А это зал, что ли? Это зал? Это, да, вот та студия. И что, что было там? Ага. И вход у нас туда в огроменные подвалы, мои любимые. Мои любимые. Да, вот здесь у нас студия была, да? Вот она. Точно, точно, точно. Это аппаратная была. Ну, мы здесь тоже... Да, это была аппаратная. Вот здесь был стол. Вот здесь был стол, мы здесь сидели. Она вся прокурена, я до сих пор не вижу. А, вот здесь было окно. Здесь было окно. Да. Сейчас я в окно, вот это окно мы... Мир Химик, а ещё очень неординарный человек, очень много знает. Замечательный поэт. Но об этом будет в следующих фильмах. Чтобы её беречь или чтобы она всё-таки защищала какие-то... Не беречь. Они так говорят, что беречь армию, понимаешь? Меньше было. Три армии было. С юга, Тарнасов, с запада, Багратион и Марклай. До то есть с севера... Ну, Багратион был главный, и Багратион там был. Да, Шплётр. Володь, вот он идёт к Москве, подходит. Вот они сдают город за городом, сжигают там это сало. Вот доходят до Бородинского поля, вот там битвы. У нас есть Лермонтов, который про это всё написал, да? И дальше у них вот эта ставка Кутузова. Они уже отступают после Бородинской битвы, получается, что Наполеон там идёт прям по пятам за ними. Между ними, я вот говорю по официальной версии, между ними 600 метров и там 12 часов, где эти армии, если это армия Наполеона и армия Кутузова, как они не пересеклись, куда там, якобы потом через Москву отступает Кутузов, что совершенно не факт. Нет, армия вся через Москву у них была. Естественно, они шли, окружные Макутяне, знаешь, куда они шли? Они пошли на юг Тарутина, 200 километров от Москвы. И дальше что у нас? Москва горит, причём говорят, что якобы там Наполеона выгнали, что погнали. Вот эта триумфальная арка, где там гонят, смотри, что на ней изображено, на этой триумфальной арке, что они гонят этих галов из Москвы. А на самом деле что происходит? На самом деле это Москва горит, там действительно сгорают, как французские госпитали, так и наши солдаты, там что-то такое, горожане горят. Как могут быть? А Москва была каменная, они говорят, что было деревянное враньё. Она была каменная, ещё Екатерина запретила строить деревянные дома. Значит, всё, что касалось центра Белого города, всё это было в камне. И как этот камень вот так вот может гореть так, что люди сгорали заживо, там выбрасывались из окон, вообще их закрывали, что это, вообще непонятно, что было. Вот теперь, значит, этот вот Наполеон у нас со всей армии ушёл от города, ушёл туда-то, дворяне все повыехали, а граждане-то простые, вот типа люди простые. А они остались, они погибали. А Наполеон в это время находится на севере, в Петровском дворце, и наблюдать всё это дело. У него весь север, весь восток, всё открыто. Что ему помешало остаться, перезимовать в том же Пскове, Новгороде, или пойти на тот же Питер, где сидел этот свободненький бизар. Да там всего маленьких, два отряда было. Не маленьких? Да маленьких. Вся армия, да что он испугался, наверное, Наполеон. Послушай, Серёж, давай вот не спорь, ну смотри, вот просто логику. Чичагов, он шёл именно за армией, а наша армия, Кутузовская, от него убегала. Так Кутузовская центральная армия, от Армасов, с юга. Хорошо, почему он не пошёл, он не разбил их на север Наполеон? Ну что ему помешало, скажи мне, пожалуйста. И почему он вдруг стал здесь пропадать, в этой Москве, и потом там в голоде, в холоде, голод откуда-то, в холоде. Генерал Кутаевский был, погиб. Короче, вот когда начинаешь эту логику разбирать, и там понимается, что всё шито до униками, всё. Короче, с историей всё понятно. Да. Это нифига непонятно. Слушайте Галину Конышеву, и вам всё станет понятно. Сам костёл я покажу в следующих фильмах. Там есть интересные моменты. А пока напоминаю, что тема 12-го года, войны с Наполеоном, она у нас будет обсуждаться на маршруте 5 октября 2019 года, в субботу. Как раз мы пойдём маршрутом Наполеона. Мы посмотрим не только то время, но и середину 19-го века, и то, на чём стоят сталинские дома, дома генсеков. Так что, кто ещё хочет попасть на экскурсии, пишите на почту. Ссылка будет дана в описании. Благодарю вас, что смотрели это видео. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ! Пока!